Друзья мои, всем привет! Я сегодня хочу поделиться с вами своим методом чистки загрязненных поверхностей. Сегодня у меня микроволновка, которую давно собиралась, но наконец-то сегодня дошла. Понятно, почему микроволновка бывает такая грязная. Потому что микроволны, которые попадают на продукты, они разрывают молекулу воды и в это время идет сильное энергообразование. И такое впечатление, что при нагревании еда разбрызкивается и органические элементы остаются на микроволновке. Это в основном жир и все остальные загрязненные поверхности. У меня тостер точно так же тоже загрязнен. У меня сковородки. Сковородки, ну и вместе с этим попало сюда все, все, что было загрязнено. Я абсолютно все обработала этим раствором. Прежде всего это щелочь, каустическая щелочь. Я обработала, взяла на обыкновенную тряпочку раствора. Обошла все кастрюльки, все, что мне где хотелось, чтобы они были чистые и быстро вымылось. Обошла, оставила на 5 минут. Значит, некоторые сковородки я уже могу вам показать. Вот, вот эта сковородочка, я ее после этого взяла металлическим ершиком, металлическим ершиком и промыла водой. Вот, она у меня сейчас как новенькая. Вот здесь я уже проделала эту работу. Что буду еще делать в микроволновке? Значит, микроволновка уже пару минут у меня постояла. Сейчас я вижу, что ее царапать же нельзя, а надо только тряпочкой. Поэтому я взяла еще спирт обыкновенный. Спирт наливаю на тряпочку и сейчас пройду все спиртом. После этого я покажу вам. Потом возьму чистенькую водичку, все это промою и покажу вам мою микроволновку. Все очень просто. Если есть каустик, проходим каустиком. Потом микроволновку царапать нельзя. Если сковородки снаружи, 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 можно брать металлической щеткой внутри? Нежелательно, потому что будет приставать потом. То микроволновку абсолютно нельзя металлической щеточкой сюда. Сюда нужна только мягкая тряпочка. Вначале прошла каустиком, сейчас пройду спиртом. Пройду еще спиртом. Тоже я заметила, что спирт, знаете, спирт это тоже растворитель, поэтому он тоже растворяет. Наливаю. Вот таким образом. И теперь прохожу. После этого я вам сейчас покажу, друзья, спирт идет и как антисептик, и как обезжиривающее средство. Ну, получается прекрасная чистая поверхность. Прекрасная. Она у меня была вот такой вот. А сейчас посмотрите. Вот такая чистая. Немножко терпения, и поверхность будет чистой. Продолжение следует...